Всем привет! Вы на канале Crazy True. Сегодня я вам расскажу о семи таких незначительных привычках на работе, но из-за них вас ненавидят все коллеги. Погнали! Что общего у грязной кружки в раковине и шутки о политике? Обе эти вещи могут неожиданно подорвать вашу репутацию на работе. Мы собрали для вас самые распространенные ошибки поведения в офисе, из-за которых вас все вокруг ненавидят. На первый взгляд кажется, что наши маленькие привычки никого даже не затрагивают, но на работе каждое действие находится под прицелом коллег. Вот семь поведенческих моментов, которые могут серьезно подорвать ваш авторитет в глазах любимых коллег. Первое. Чрезмерные попытки завоевать расположение. Новички слишком часто усердно стараются войти в коллектив, что может выглядеть натянуто. Например, частые комплименты и непрошенные вкусняшки, захваченные по пути на работу. Со временем это может вызвать раздражение, ведь люди ценят искренность, а не попытки купить их благосклонность. Второе. Звонки и сообщения в нерабочее время. Когда вы игнорируете личное время коллег, отправляя им работу вечером или выходные, это может вызывать негодование. У каждого есть своя жизнь за пределами офиса и важно это уважать. Третье. Незнание ролей и обязанностей коллег. На работе каждый играет свою роль, как актеры в спектакле. Когда вы не знаете, что делает коллега, это не просто неловкость, это потенциальный провал в командном действии. Представьте ситуацию, нужно срочно решить проблему, а вы даже не знаете, к кому обратиться. Это не только замедлит процесс, но и покажет ваше неуважение к труду у других. Четвертое. Неуместные и глупые шутки. Юмор – отличный способ сблизиться с коллегами. Но порой очень сложно почувствовать грань, где шутить можно, а где все коллеги начинают переглядываться между собой, безмолвно осуждая ваш стендап возле кулера. Высказывания о политике, внешности или частной жизни могут легко обернуться против вас, если кто-то посчитает их оскорбительными. Пятое. Чрезмерная откровенность. Искренность – это хорошо, но на работе важно поддерживать профессиональный тон. Рассказы о личных проблемах или интимные подробности могут заставить коллег чувствовать себя некомфортно. Сказать они могут об этом не решаться, но лишний раз подходить к вам не будут. Шестое. Нежелательные физические контакты. Касания, которые кажутся вам дружелюбными, могут быть восприняты как нарушения личного пространства. В современном мире важно обожать границы каждого. Седьмое. Уклонение от ответственности. Ничто так не раздражает, как коллеги, которые не берут на себя ответственность за совместные проекты или ошибки. Это создает дополнительное напряжение и усилие для остальных членов команды. Эти мелочи могут казаться неважными, но именно они формируют ваш образ в глазах коллег. Учитывая их, вы сможете построить более гармоничные и продуктивные отношения на работе. На этом у нас сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете нас на выпуск новых, еще более интересных видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok